Пророчество Жириновского Это статья рекламного агентства Тиар 19 марта в этом году была опубликована статья, как я понимаю О котором рассказывается о том, что Владимир Жириновский много чего говорил Но в интернете гуляет ролик, в котором демонстрируется карта Высланная Жириновским, как некому блогеру Блогер не придал значения этой карте, но спустя год вспомнил На ней информация, которая говорит о том, что событие, продемонстрированное Жириновским Произойдет в августе 2024 года На карте изображены эпицентры мощнейших трясений силы в 12 баллов и зонами поражения цунами Отмеченная плотность населения Интересно и то, что эта карта имеет дату 16 августа 2024 года Судя по карте, половина США, половина Бразилии, Африки, Китай, Европы смоют цунами Вот здесь есть на этой же карте следующая информация Численность населения на планете Земля на 1 апреля 2024 года 4 миллиарда 438 миллионов, 443 тысячи, 440 человек Из них 128 миллионов, 332 тысячи, 140 в России Конечно, здесь очень интересно будет номерологам посмотреть на данные цифры Это прям-таки цифровые кода, наверное 17 августа 2024 года Вдруг 17, то есть на следующий день после 16 августа Численность населения составит с точностью, смотрите, до человечка буквально 543 миллиона 446 тысяч 220 человек 20 человек где-то, по-видимому, в Европе останутся Потому что в России будет 144 миллиона 302 тысячи И эта численность сохранится практически на 1 января 2030 года Численность населения ожидается 553 тысячи 553 миллиона 303 тысячи человек В Москве будет, в смысле в России Москва это столица России В России 146 миллионов 633 тысячи То есть в апреле 4 миллиарда людей в 2022 году А в августе полмиллиарда Куда денутся люди? Задается вопрос самоавтор статьи Почему население России резко увеличивается Уменьшается к 17 августа И дальше, там же, на этой же карте написано Следующее количество государств на планете Земля 1 апреля 2022 года 208 государств 17 августа 2024 года 43 государства 1 января 2030 года 12 государств То есть реально ли такое? Еще академик Сахаров писал про водородную бомбу на дне океана Что вы думаете по предсказанию на карте? Хочется думать, что события фейк И Жириновский подобного не делал Ну, что можно сказать По поводу подобных прогнозов Неоднократно отмечено было Что Жириновский действительно Очень со многими вещами попадал И попадал почему? Он был ясновидящим Политиком ясновидящим Это один вопрос Или же он был человеком осведомленным О каких-то планах Что кажется вполне реальным Так как этот человек Ну, он, как известно В национальности определенной Которые люди очень много знают Они очень много читают И очень много знают, скажем так Открываю вам еще раз Демонстрацию экрана Для того, чтобы можно было Посмотреть на изображение карт Более подробно Вот внизу мы видим Наверняка вы видите С левой стороны Как раз тут шрифт Где написано Что произойдет после 17 августа 2024 года И еще ниже Сколько останется государств Отмечено Три окружности В центре которых Произойдет Некое землетрясение Которое серьезно преобразует Вот Географию Да? Пространство Мы видим Мы видим Что это Напечатанная карта Что она создана Или компьютерной программой Или художником Следовательно Предсказания Жириновского Не являются Просто словом Брошенным в небо Как минимум Мы видим Визуализацию И хочется Посмотреть С точки зрения Астрологии Что Значить Например С точки зрения Астрокартографии Если я что-то Интересное найду Я выйду Отдельным Эфиром В астрокартографии Планеты Своя проекция Так скажем Устанавливают На различных Параметрах Суши Мы видим Что карта Поделена Очень тщательно На государство То есть Это практически Политическая Карта И Посмотрим Сейчас с вами Давайте Следующий Слайд Следующую Карту Жириновского Которая Была написана То есть Была опубликована В данной статье Это уже Приближенное Изображение Вот опять же Написано 16 августа 2024 года И Мы видим Несколько Таких Волн Расходящихся Размытая Территория Находится Под одной Окружности После нее Частично Мы можем Мы можем Предположить Разрушенная И Невредимая То территория Лос-Анджелеса Лос-Анджелеса В каких-то Источниках Считается Опасной То противоположная Да Если говорить Об Америке Но Явно Дело Серьезное Явно Совершенно Что У этого Заявления Есть Реальная Так скажем Причина И Что мы можем Например Посмотреть С точки зрения Астрологии Я понимаю Что у нас Здесь очень мало Астрологов Давайте я попробую Сделать Проекцию Своего экрана И То что мы видим На Непосредственно Зодиакальной Карте Не является Каким-либо Очень глобальным Очень Серьезным И страшным Взаимодействием Планет Мы видим В течение Года Множество Сложных Факторов Считается Что Земля У нас Олицетворяется Планетой Сатурн И Поэтому Хотелось бы Увидеть Что происходит С показателем Сатурна И Хотелось бы Увидеть Что происходит С показателем Уран Например С показателем Плутон Владыка Жизни и Смерти Подземного Царства Нептун Связанная С водой С которой Можно связывать Цунами Нептун у нас Находится На звезде Шиат Ну и С ураном Который В настоящий Момент Как-то Серьезными Звездами Не аспектирован Уже давно Между высшими Планетами Гармоничный Аспект А вот Сатурн Устанавливает Напряженный Аспект С Марсом Юпитером В ледницах Что бы это могло Значить Марс И Юпитер Две Планеты Одна из которых Указывает На действия Другая На то Что у этих действий Будет большой Размах И Повреждения С Сатурном Можно Рассматривать Как Фактор Риска Но Средние Сложности Взаимодействие С Сатурном Марса И Юпитера Уже с 20 Года Мы видели Неоднократно То есть Марс В течение Года Как минимум Два раза Делает напряженные Аспекты К Сатурну И к Юпитеру К примеру То есть Эта конфигурация Не является Каким-либо Решающим Фактором Напряженным Но есть Кое-что еще Здесь может быть Вам не очень Хорошо видно С правой стороны Вот я Показываю На Луну И расстояние От Луны До Земли Отмечаю 377 492 Километра Дело в том Что 19 августа Чуть позже Чем Произойдет Именно вот эта Вот дата 19 августа Случится Очень мощный Гравитационный Момент Давайте Я попробую Ой Ой-ой-ой Убежала Моя Карта 19 августа Действительно Угроза Может существовать Почему Потому что Считается Опасным Для землетрясений Период Когда Земля и Луна Находятся Очень близко И мы видим Что Накануне Новолуния Вот сейчас попробуем Посмотреть Когда это будет Ближе Накануне Новолуния Сближаются Луна И Земля Сейчас я попробую Посмотреть По часам Это сближение Ну может быть Даже по суткам Не получится Оно Длится Буквально До 21 Августа Земля И Луна Движутся Параллельно Друг к другу И Луна Как будто бы Замерла Это называется Стояние Луны Она Буквально Замирает В этот момент Близко К Земле И хочу вам сказать Что исследую Много лет Взаимное Схождение Расхождение Луны Но вот только Ближайшие два года Я стала понимать О чем собственно говоря Речь И Луна И Земля В течение 14 дней Очень Интенсивное движение Совершает Относительно Друг друга Сходится И расходится Здесь же мы видим Интервал В котором Луна Приближается К Земле И в силу каких-то причин Она Очень долго Пребывает В одном и том же Положении Есть еще Показатель Который Называется Стояние Луны По широте Вот сейчас Я выбираю Скорость От Земли Выбираю Стояние По широте И Мы видим Что Луна Находится Ниже Горизонта Так Смотрим Склонение Это следующий Показатель Луна Напротив Солнца Находится У нас 20 августа За день До этого Она Не проходит Пик Крайний пик Который бы Говорил О Серьезном Каком-то Кардинальном Отклонении Луны От Земли Но Мы видим Подобный Показатель Вот сейчас Я скорости Перемещаю Может быть Вам видно По широте Вот Пик Этого события В 20 20 часов 30 минут По Московскому Времени 15 августа То есть Я могу Сказать Что Карта Составленная Жириновским Опирается На Астрономию Опирается На Астрологию На астрологию Вторичная Но Ее Составляли Ученые По-видимому Прогнозисты Которые Сопоставляли Ряд Напряженных Факторов Из которых Например Квадратура Марс Юпитер Сатурн Является Ну Наименее Так скажем Тяжелой У нас Совпадает Фаза Полнолуния При котором Луна Находится Очень близко К Земле Это Суперлуния Но при этом Земля Находится Ниже Эклиптики Она Находится Даже Чуть ниже Экватора И давайте Посмотрим Где на Карте Которую Нам Представил Жириновский Находится Основной Массой Эпицентра Взрыва Ради Интереса Секундочку Закрываю Доступ Еще раз Открываю Программу И Открываю Карту Итак Мы видим Что Один из Эпицентров Находится Чуть выше Экватора Ну Скажем Экватор Ну допустим Ой Не получается Линию Провести Ну где-то Вот так Вот я могу Провести Линию Экватора И Ниже Экватора Действительно Там где Находится Луна С южного Полушария Там где Наиболее Сильный Гравитационный Момент Мы видим Два Мощных Всплеска Что Еще Можно Отметить То что Я уже Говорила Раньше Луна Находится В удивительном Положении Когда она Практически Не Раскачивается В том ритме В котором Луна И Земля Обычно Взаимодействуют Происходит Какое-то Удивительное Гравитационное Ну не знаю Как Замедление Оно происходит Накануне Нижнего Соединения Меркурия Солнцем Когда Меркурия Наиболее Близо К Земле Близость Земли Суперлуния К Земле Считается Фактором Который Провоцирует Землетрясение Нижнее Стояние Меркурия В смысле Соединение Солнцем Также Является Фактором Которое Предполагает Землетрясение И Само По себе Положение Луны Относительно Экватора В котором Она Еще Ближе Сейчас Попробую Вкратце Сказать Дело в том Что у Луны Множество Циклов Землей Взаимного Движения И 2024 2025 Года Так же Как И 2006 По-моему Год Если я сейчас Не ошибаюсь Являются Пиками Максимального Отдаления Луны От эклиптики То есть Иногда Она подходит Ближе К экватору В своих Полнолуниях И новолуниях Относительно Солнца Вдоль Экватора Она Не уходит Так скажем Далеко В разные Области Это Подобно Тому Как В зимнее Солнцестояние Солнце Кружится Где-то Тоже Около Допустим Тропика Козерога Не отходя От него Далеко Вот здесь То же самое Только около Экватора Это начало Цикла А конец Цикла Когда Противоположная Фаза Когда Луна Максимально Близко Подходит К полюсам Из возможного Положения Это Где-то 28 градусов Ну где-то 50 минут Это самое Большое На что Может отклониться Луна Относительно Нашего Экватора Экваториальной Системе И Может быть Это не очень Большая Величина Но Эта величина Редкая Уникальная Такое Случается Ну буквально Раз в 19 лет Постепенно Увеличивается Амплитуда И Она Луна Через месяц Снова окажется В этом же положении И даже Еще Немножечко Более ярко Проявит себя У нас по сути До 18 октября Период Опасных Землетрясений Представлен Но Вот Тем не менее Сопоставляя Разные факторы Я прихожу К выводу Что Это не Предсказание Ясновидящего Мы видим Карту Видим Зоны И Видим Дату Которая Связана С реальным Гравитационным Моментом Но конечно Я сомневаюсь Что подобный Гравитационный Момент Может сам по себе Вызвать Подобную Катастрофу Как то Что мы Видим На Изображении Этого Быть просто Не может Почему Потому что Каждые 19 лет Могут совпасть Подобные Фазы И Может быть Столь Значимое Событие Но Подобного События Не было Так как Жириновский Имел отношение К власти Впишен В некие Планы Я думаю Что речь идет Еще об одном Плане Который Соответственно Науке Научные мысли Разрабатывался Дело в том Что самому Человеку Не под силу Сделать Что-то Столь глобальное Чтобы Ну не знаю Перевернуть землю Чтобы случилась Какая-то Катастрофа Но вот Использовать Как рычаг Какой-то Благоприятный Момент Который Можно усилить Находя Точки Определенные Проекции Вот как В этой Статье Было сказано Какой-то Водородной Бомбочкой Которая усиливает Какой-то Процесс Вот это Вот возможно Каким-нибудь Еще другим Оружием Сейчас мы знаем Что на Нашу планету Влиять могут То есть Не думаю Что Заявление Было Сказано Просто так Я думаю Я думаю Что подобное Заявление Имеет Под собой Почву Я думаю Что это Проект Для него Есть Основания Так скажем Научного Порядка И То Что Показывает Даты Исходя Из контекста Не может Проявиться Само По себе Грандиозным Разрушением Я много Лет Исследовала Катастрофы Исследовала Землетрясения Наводнения Цунами С точки зрения Астрологии С точки зрения Различных систем Мне нужно было Понять Что происходит И у меня Есть исследования По поводу того Как в суперлунии Случаются Землетрясения Действительно Большие Землетрясения Часто Повторяются Есть исследования О фазах Ретроградного Меркурия С нижним Солнцестоянием Которые Также Отмечали Землетрясения Есть совпадения Между этими Фазами То есть Есть реальные События Которые Можно Показать И продемонстрировать И Науке Известны Показатели Опасных Патогенных Каких-то И мест И периодов И вот Дорогие Друзья Я думаю Что Жириновский Озвучил Планы Очередные Планы По уничтожению В населениях Было Несколько Очевидно Один из них Мог сработать Вот сейчас Буквально 16 19 Августа Но Также Я более чем Уверена Что этот план Не сработает Исходя из Другого Контекста Так что Дорогие Друзья Я думаю Что жить Будем Но Может быть Какие-то Сложности В другом Плане Для нас Еще Реализованы Будут Ну все Я благодарю Вас За внимание Желаю Вам Хорошего Времени Суток И Все-таки Жизнь Бесценная Каждый день Ее бесценен Вот Когда заходит Речь о подобных Событиях О том Что надо же Вот оказывается Можно Планировать Ужасные Для всего Человечества Вещи Вот Мы же На самом деле Счастливчики Что мы Все-таки Еще живем И мы Можем По-другому Посмотреть На каждое Мгновение Нашей жизни И ценить Ее Больше Не тратить Время Впустую А хотя бы Тратить Его С удовольствием Дорогие друзья Всем хорошего Времени Суток Пока Пока Продолжение следует